Всем привет! Бенчмарк проводился в игре Battlefield 1, мультиплеер на 64 человека. Режим «Захват» на карте Амьен. Именно эта карта является одной из наиболее процессорозависимых. Для бенчмарка использовался процессор Intel 7700K. Стоит отметить, что его производительность хорошо масштабируется в зависимости от скорости памяти. Более подробные спецификации ПК, а также тайминги памяти в режимах CL15 и CL17 вы можете найти в описании. Для того, чтобы исключить влияние видеокарты на наши результаты, в настройках игры был установлен высокий пресет графики с разрешением 1080p и 60% Resolution Scale. При этом загрузка видеокарты во время тестов никогда не была выше 85%. Загрузка центрального процессора варьировалась в районе 60-85%. Каждый тест проводился по 8 минут сражения. Я активно играл с одним и тем же оружием за одну и ту же сторону, стараясь бегать в районе одних и тех же точек на карте. Данные при этом фиксировались фрапсом. В результатах теста будут представлены как средние значения фпс, так и 1,01% самых медленных кадров. Что ж, давайте взглянем на графики результатов. Как вы видите, средний фпс масштабируется практически линейно при увеличении частоты и снижении таймингов. Наблюдается увеличение результата на 5 кадров во всех случаях, кроме последнего. Стоит обратить на это внимание. Также ситуация обстоит и с 1% самых медленных кадров. Рост наблюдается почти во всех случаях, постепенно уменьшаясь на высоких значениях. 0,1% в свою очередь не так стабилен, как предыдущие графики. Вы можете наблюдать аномальный результат предпоследнего измерения. Причина кроется в погрешности. Так какие выводы можно сделать, исходя из всего сказанного? Во-первых, память на частоте 2133 не подходит для стабильной игры в 60 фпс, так как 0,1% медленных кадров проседает до 56. 2400 с таймингами 15 уже достаточно для данных условий, то есть конкретно это игра, карта и настройки. Но для игры в 144 фпс лучше начать с частоты 2666 с таймингами 17. По графику вы можете видеть, что память с данной частотой и таймингами дает 17% прироста среднего фпс по сравнению с 2133. А вот 3000 дает всего 1% по сравнению с 2666. Так что выводы вы можете сделать сами. Спасибо всем за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok